Внимание, спойлер! Йонерок... Она эгоистичная, тупая, мразота... Всем привет, с вами я, Денис, мы на канале EveryBigVideo. Сегодня мы будем обсуждать новый фильм киносериальный Марвел, это Капитан Марвел. Просто мне сейчас чуть не разлился. Погнали! Если говорить уже общее мнение о самом фильме, не разбирать там детали, то фильм мне понравился только... Ну, где-то так на процентов 30, может даже 40, где-то так. Остальное вообще какая-то хрень полнейшая, которая... Вроде и должна там быть, как бы так, чтобы было. Вроде и вообще не должно быть, потому что оно зачем нужно. Ну, а теперь давайте по порядку. Начнем таки с главного момента, с главного казуса, с главной проблемой этого самого фильма. Это главный персонаж, главный герой, главная героиня. Это Капитан Марвел, Кэрол Дэндлерс, Верс, Кэрол, короче, как хотите так и называйте. Почему же я ее считаю проблемой фильма? Все очень просто. Она никак не подходит к этому фильму. Ну, то есть, фильм как бы супер-херойский, потому что киносерены Марвел это супер-херойка. И там все должно быть прилично, нормально. Капитан Марвел вообще не вписывается ни в какие рамки. Она эгоистичная, тупая, мразота, сволочь, которая... Ни хрена не хочет почти никому помогать, кроме скрулл, которые впоследствии оказались не главными злодеями. Это спойлер уже. Вот так. Она, ну, ж, очень эгоистична. Если в первой половине фильма она была еще хоть как-то, ну, по крайней мере, хотя бы вписывалась, типа, в рамки супер-херойки, пыталась как-то, типа, свою силу перенаправить в нужное русло, была какой-то правильной, то во второй части фильма вообще этого всего как будто бы и не было. Это все выкидываем из башки и оставляем только саму эгоистичность. Вот и все. Хотелось бы отметить, что главными козырами фильма, ну, впоследствии, после самого просмотра, я так решил для себя, стали Ник Фьюри, Гуся, это кот, если что, и скрулы, которые впоследствии как раз-таки стали не злодеями, а какие-то такие вот уже, может так сказать, они даже стали большими героями, чем сама Капитан Марвел. Да, скрулы там захватывали планеты, земли, уничтожали народы, нации, но все же впоследствии это было ради того, чтобы спасти свой народ, так как их уничтожали из-за их деятельности, и они были вынуждены спрятаться. И только некоторая часть скрулов блуждала по галактикам, уничтожая народы и нации. Фильм мне еще понравился стилистикой, то есть космос меня как-то больше привлекает, но его, честно говоря, было как-то мало, и он был каким-то мейнстримным, то есть стандартным. Стандартные дизайны кораблей, разных там зданий в космосе, на разных планетах. Это все как-то было ну уж очень стандартно, очень уже приелось это всем, и так оно и осталось. Думаю, так сделали, потому что это фильм как бы про девяностые, и в девяностые как раз типа когда были вот эти вот фильмы с космосом, вот такое все было какое-то прямовольное такое, какое-то такое, ну не такое как в современных космических фильмах. Еще мне не понравилось то, что Фила Коусона, персонажа, который не появлялся в киновселенной уже очень давно, несколько фильмов подряд не появлялся, мне кажется, что его в Капитана Марио впихнули просто вот так вот для галочки, что бы было, просто типа все его просили, и вот он так. Не потому что он там только устроил сообщить, не потому что он в будущем сделает для счета там очень много, не потому что он классный персонаж, а просто потому что ну пусть будет, почему бы и нет, собственно. Теперь мы переходим к спойлерной части видео, вот здесь будет короче огромная такая фигня, спойлер, где-то такая, короче, и уже до конца, до самого конца фильма я буду говорить со спойлерами, с разными намеками на конец фильма, и короче, да. Внимание, спойлер. Йон Рог не Марвел. Наконец-то начинается спойлерная часть, где я могу говорить откровенно, не сковывая себя рамками какими-то, цепями не сковывая, и откровенно поговорить за фильм с Ратами на Мэккер на конец, на разные моменты, которые не показывали ни в трейлерах, никто о них не доказывался. До самой премьеры фильма в фанатской теории было то, что Йон Рог, где-то здесь его будет картиночка, короче, или здесь, или на моем лице, или здесь, короче, где-то я вставлю, что именно он является тем, кто дал силы Капитану Марвел, потому что у нее не с бухты парахты, это все передалось ей. В комиксах ей передал свои силы Капитан Марвел, это, короче, чувак, который защищал космос, был тоже креанцем, и он был как бы на страже, на страже порядка в космосе, вот так. В фильме же Капитан Марвел это все обыграли немного по-другому. Ей постоянно, ну, самой Капитан Марвел, самой главной героине, снилась и постоянно виделась одна женщина. Я не помню, если честно, как ее зовут, и у меня там ошибка, сейчас подойду. В общем, есть нилась та женщина, и она вообще не помнила свою жизнь на Земле, то есть, она до сих пор, до тех пор, пока не прибыла на Землю, и там все не разузнала, она думала, что она креанец, и что она, типа, родилась на планете Кри, на планете Рас и Кри. Я не помню, какая там планета, Хала вроде, где-то так. Но она все-таки оказалась землянином, человеком обычным, которая просто получила свои силы, 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 средствии взрыва. Марвелом оказалась та самая женщина. И все, как раз-таки, вот, до самого, до самой певеры, думали, что именно Йон Род, именно, тот парень из, Стар Форса, или как там он называется, именно он передал ей силы, каким-то волшебным образом, но этого, этого не оправдалось, и, ну, вообще, я не думаю, что кто-то, когда-то, предсказывал именно, что эта женщина окажется Марвелом и передаст ей силы. В общем, еще, такой вот акция сделала, что, если из фильма Капитан Марвел убрать саму Капитан Марвел, то это получится неплохой-таки сольник, ну, сольный фильм, Ника Фьюри, который только начал, работать в щите, только, ну, начал это все, в это все вникать, и нихрена не понимает, что вообще происходит за гранями земли, вообще. Когда они смотрели на уже разделанного, ну, разрезанного скрула, там, в лаборатории щита, как это, даже лабораторию назвать нельзя, это просто какой-то, какой-то, подвал, на самом деле, не подвал. Короче, это какая-то фигня, где они его рассматривали, и они понятия не имели, кто это, что это, как оно работает, как оно живет, как оно передвигается, как оно вообще существует во вселенной. Если убрать, как раз таки, Марвел, то, в этом фильме, Ник Фьюри просто встречал бы, на протяжении всего фильма, встречал бы разных монстров, пришельцев, и узнавал, что к счету нужно беспокоиться, еще и не только об образе, изнутри, но и извне, тоже. В общем, я высказался, наконец-таки. Надеюсь, вы как-то поддержите мою мысль, или ее опровергните, написав в комментариях об этом всем. И, короче, подписывайтесь на мой канал, на мой второй канал, подсказочка, кружочек в конце и ссылочка в описании, подписывайтесь на мои соцсети, это ВК, Инстаграм, ставьте лайки, обязательно рассылайте это видео своим друзьям, смотрите прошлые мои видео, они где-то будут здесь, одно, конечно, прошлое где-то здесь будет. И, короче, всем удачи всем, пока-пока-пока!